В 79-й, 80-й и 81-й сериях турецкого сериала «Черно-белая любовь» мы узнаем, поймет ли Ферхат, что Абедин не виноват. Что узнает Аслы о своей племяннице? Что случится с Идиль? Кто станет новым партнером Джунейта? Чего Егид не станет рассказывать Ферхату? Кого заберут в больницу на этот раз? Что узнает Аслы от Ферхата? Теперь подробности этих и других событий. В самом начале 76-й серии нам покажут, что Аслы попали в руки фотографии, где Намык целуется с Джулиде. Она попытается поговорить на эту тему с племянницей, но их разговор прервет Ферхат. Он будет искать Абедина, будучи уверенным, что тот ни в чем не виноват. В то же время Ферхат прекрасно понимает, что Абедин кого-то покрывает. Он спросит Дельсиза, с кем разговаривает его дядя возле ворот. Юсуф уже сообщил Намыку, что Егид интересуется убийством своего отца и пытается узнать имя настоящего заказчика. Ферхат заметил, что Егид от него что-то скрывает. Вместе с Аслы он едет к брату. В пути Ферхату несколько раз позвонит Вильдан. Аслы возьмет трубку и скажет, что ее муж сейчас за рулем. Гюльсюм поймет, что Абедин ушел, чтобы защитить ее. Джулиде отправится к Идиль, думая, что это она переправила Аслы компромат. Однако Идиль скажет, что ничего не знала об этих фото. После нам покажут, как Хюлья случайно увидела эту сцену через стекло, сделала снимки, а затем подбросила их в комнату Аслы. Ферхат будет расспрашивать у Егид о том, чем он занимается. Но Егид будет молчать. Ведь в противном случае Ферхат узнает, чей он сын. Намык прекрасно понимает, что если Егид копается в его прошлом, то он доведет это дело до конца. Ферхату он не сможет дать задание убрать Егида, поскольку тот будет на стороне брата. Этими соображениями Намык поделится с Идиль. Джунейт попросит ее сделать ему паспорт и достать деньги. Идиль поедет на встречу с Джунейтом, но на пути ее встанет Джулиде, которая до сих пор не верит, что фотографии Аслы получила не от нее. Та еще раз повторит, что ничего не знает об этих фотографиях. Также она предупредит Джулиде, что если она будет продолжать в таком же духе, то из этого дома вынесут ее труп. Во время ссоры Джулиде толкнет Идиль. Та ударится головой о край машины и упадет замертво. А кажется так, что после разговора с Джунейтом Идиль не успела отключить телефон, и он записал все подробности. При встрече с Джулиде Джунейт выдвинет свои условия. Джулиде напечатает от имени Идиль прощальное письмо и подложит его в кабинет Намыка. Егид держит Серкана в заложниках, однако тот не торопится говорить ему правду. Чуть позже Серкан сбежит. Юсу вновь придет к воротам и станет требовать Намыка. Вместо него выйдет Ферхад и расспросит Юсуфа о его проблемах. Тот скажет, что Егид похитил его сына. Вместе с Юсуфом Ферхад отправится к брату. Намык спросит у ослы, где сейчас находится Егид, и не получит ответа. Она поинтересуется у Намыка о его давней связи с Джулиде. Он ответит, что раньше та занималась эскортом. Когда ослы спросит у племянницы о ее прошлом, она признается, что действительно занималась эскортом и начнет строить из себя Сонечку Мармеладову. Она расскажет ослы, как нужно было много денег на лекарства, когда болела ее мать. Ссора закончится тем, что Джулиде уйдет к Вильдан. Чуть позже и ослы поедут к ней. Однако Вильдан скажет, что Джулиде не заходила. Затем Вильдан посетит Джунейт. Ему пока так и не удалось найти деньги. И после скандала с Джунейтом Вильдан решает покончить с собой. Она выпивает все содержимое пузырька с лекарством. Азге, обнаружив, что мать не просыпается, звонит Ферхату с ее телефона. Трубку вновь берет ослы, и они едут спасать Вильдан. В номере Ферхат найдет платок с запястья ослы. Он подумает, что именно после разговора с ней Вильдан пришла в такое состояние. Ослы спросят у Ферхата, почему он так много возится с Вильдан. Тот ответит, что Азге его родная дочь. Ослы будет шокирована и уйдет в свою комнату. Вильдан отвезут в больницу, и там промоют ей желудок. В отсутствие Егита на его телефон придет СМС. Юсуф назначит встречу и пообещает рассказать правду. Ферхат прочитает это сообщение и отправится вместо брата. Намык даст задание снайперу дождаться встречи и убить Егита с Юсуфом. Снайпер будет держать Ферхата и Юсуфа на прицеле, выбирая, кто станет первой жертвой. На этом заканчивается 81-я серия. Чем завершится встреча Юсуфа и Ферхата? Продолжится ли ссора между ослой и Ферхатом? Каков следующий план действий Джулиде? Кто еще покинет дом Намыка? Чью жизнь придется спасать ослы? Об этих и других событиях вы узнаете из нашего следующего видео. Также на канале Турк ТВ есть биографии ослы и Ферхата. Их можно найти в плейлисте актеры или же по прямым ссылкам, которые размещены под видео. Это был наш анонс. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Показ 79, 80 и 81 серии сериала «Черно-белая любовь» состоится на канале Домашний в августе.